Фестиваль силовых видов спорта завершился в Коктебеле. Там в течение трех дней в рамках Кубка Коктевилля соревновались лучшие мастера армлифтинга и армспорта. Примечательно, что в этом году количество участников перевалило за сотню. Причем рядом с дебютантами свои навыки демонстрировали и те спортсмены, которым доказывать уже давно ничего не нужно. Кому дебют, а кому тренировка с повышенной ответственностью. Ольга Терпелова из Судака изначально рассматривала этот турнир в качестве подготовки к чемпионату мира, который в ближайшие дни стратуют в Малайзии. Свою категорию Ольга выиграла, хотя постараться пришлось. Я очень серьезно отнеслась к подготовке, тренировалась три раза в неделю, без выходных, жара, не жара. И свою физическую форму у меня сейчас на высшем уровне. Я все-таки надеюсь, может быть, даже не на попадание в призы, а на золотую медаль. Но ярче всего боролись мужской абсолютки. Тут многих удивил Сергей Иванов из Симферополя. Заслуженный мастер спорта, который долгое время не выступал, на этот раз показал высокий уровень. А его схватка с Расимом Меметом из Гвардейского стала настоящим украшением чемпионата. В итоге сильнее все же оказался Мемет. Сергей Иванов – это первый заслуженный мастер спорта Крыма. То есть это один из первых титулованных спортсменов. Он очень сильный, выносливый. Он сейчас тренируется. Он сейчас набрал, он был 85. Сейчас он около 100 килограмм. Это его вес рабочий. Я как бы не думал, что сразу выиграю. Я готовился к зарубе. Но не думал, что так сильно. Он хорошо подготовился. Хорошая форма. Ну, поборолись. Да, я чуть-чуть выносливее. Чуть-чуть выносливый оказался буквально. И выиграл. Традиционно лучшим, вне зависимости от веса, стал симферополец Артем Тайнов. Ему так никто и не смог составить маломальски серьезную конкуренцию. Не менее интересно было и на второй день фестиваля. На смену руководцам пришли армлифтеры. Специфика этого вида спорта такова, что здесь огромные бицепсы не играют никакой роли. Вся сила в хвате. Не случайно у многих состоявшихся и титулованных пауэрлифтеров в армлифтинге ничего не получается. Просто потому, что там задействованы совсем другие группы мышц. Федор Рощин из Симферополя едва ли не единственный, кто сумел найти баланс. Когда ты выходишь на помост, ты не знаешь, какой вес ты поднимешь. Ну, лично я не знаю. Так как в штанге, если ты правильно подведешься, все, то ты поднимешь этот вес. С армлифтинг ты выходишь. Но вот вид спорта набирает обороты. Будем надеяться, что он примет мировой уровень. В супертяжелом весе среди ветеранов первенствовал новый крымчанин Карл Патрик Фокам. Каждый его выход – отдельное представление для зрителей. Но за шутками и прибаутками на самом деле скрывается огромная сила. Оказывается, поднимать далеко за сотню килограммов Патрику помогает хороший чай. Пошел пообедать. Ну, 8 стакан чая и 3 большой, огромный бутерброд. Но больше всего внимания привлек Тайнов. В упражнении «Аполлон-Аксель» он замахнулся на, казалось бы, вечный рекорд Андрея Шаркова – 197 килограммов. Уверенно пройдя все стадии, Артем решил разменять вторую сотню. На это достижение его настраивали все спортивные братья, но в решающей фазе подъема все равно не хватило самой малости. Больше десятка выполненных нормативов, несколько рекордов и, конечно же, яркие эмоции. Открытый чемпионат Крыма по армспорту и разыгрыш Кубка Черного моря по армлифтингу точно удались. Несмотря на то, что в этом году организаторы думали ограничиться крымским представительством, география представленных регионов удивила и их. Ребята, Волгодонск, Краснодар, Донецк у нас сейчас присутствует, Москва, конечно, Екатеринбург. Но скажем, что среди этих ребят шесть чемпионов мира у нас. В следующем году будет еще ярче. В оргкомитете не исключают, что соревнования в рамках Кубка Коктебиля получат официальный статус международных. Валерия Назирян, Алексей Романов, Время новостей, Коктебель.